Приветствую, друзья. Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Сегодня 29 марта. Нынешней ночью российская террористическая саранча запустила один из самых массированных ракетно-дроновых ударов по Украине. Но при этом на самом деле 90 процентов средств поражения были сбиты. И в этом смысле, конечно, это полный провал России. Цель России очевидна. Чистый террор, потому что все удары были направлены исключительно на объекты энергетики. Ну и, естественно, есть кое-где аварийные отключения, есть где-то проблемы с электричеством, но в целом система энергетики в Украине стабильна. Не сравнить с тем, что было год-полтора назад, когда в Украине не было средств ПВО. То есть, иными словами, Россия совершенно не достигает своих целей, а в основном только лишь растрачивает свой ракетный потенциал. На что? На то, чтобы создать людям, обычным мирным жителям, проблемы в жизни. Это то, что Россия умеет делать. Это правда. Здесь нужно признать. Но только вот ракеты у России, конечно же, не бесконечны. А вот видно, что при этом при всем Россия решила сейчас вложить весь свой стратегический потенциал в попытку таки обвалить украинскую энергетику. При том, что в этом никакой логике нету. Зима позади, впереди тепло. Почему Россия это делает? Возможно, потому, что в России решили таки рискнуть и попробовать истощить запасы к средствам ПВО в Украине, коли уж такая задержка со стороны Соединенных Штатов. Но пусть в России не надеются. Дело в том, что большинство средств ПВО, которые есть в Украине, это не американские средства. И, соответственно, к этим средствам будут поставки исправно идти из той же Германии, например. Более того, даже к Патриотам зенитные ракеты поставляет Германия, а не Соединенные Штаты. Так что, сколь долго бы не задерживалась помощь в Соединенных Штатах, России не видать истощения запасов зенитных ракет к тем же Патриотам. Ну и это на фоне того, что сами американские СМИ уже пишут в отношении спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, что он взял буквально в заложники десятки миллионов жителей Украины. Но давайте посмотрим все-таки конкретно, как же выглядел удар России и сколько и чего было перехвачено. А также, почему я вижу здесь признак того, что Россия осознала провал своего террора. Для начала, Россия запустила 60 шахедов, 3 кинжала, 2 баллистические ракеты Искандер-М и 4 крылатые ракеты Искандер-К, а также 9 управляемых авиационных Х-59 и 21 крылатую Х-101 или Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95. По поводу крылатых ракет здесь следует сказать отдельно. Обратите внимание, что еще раз, 11 стратегов запустили 21 ракету. Это означает, что из 11 10 несли примерно по 2 такие ракеты и 1 нес, соответственно, только 1. Это при том, что официальный по документам потенциал Ту-95 это 8 крылатых ракет. Почему же, тем не менее, мы видим, что Ту-95 в последний год-полтора берут на борт максимум 2 ракеты? А все очень просто, потому что у них недостаточно ресурса. Этот ресурс стремительно истощается, изнашивается. Ту-95 старые самолеты, новые стратегические бомбардировщики Россия не способна создавать. И вот для того, чтобы хоть как-то продлить ресурс своего старья, Россия старается нагружать это старье как можно меньшим количеством ракет. Сравните это с теми же бомбардировщиками, не менее старыми, кстати говоря, что есть у Соединенных Штатов. Например, Би-52 или те же Би-1 Биленсер. Последние несут 60 тонн боевой нагрузки каждый. И это то, что они реально могут нести. Между прочим, 60 тонн это 24 крылатые ракеты типа JASM или JASM-IR. Убийственные орудия, способные вообще любую систему ПВО обойти. Ну да ладно, тут даже и сравнивать нечего, как вы понимаете. В реальном конфликте все российские стратегические бомбардировщики будут уничтожены в первые же дни. А вот у Соединенных Штатов и их союзников будет тотально авиационная, в том числе в стратегах, преимущество перед Россией. То-то Россия и не воюет с НАТО, а воюет с Украиной, у которой вообще никакой авиации нету. И плохо с ПВО. И использует она свои вот эти стратегии, вообще ракетные силы для того, чтобы терроризировать мирное население. Итак, сколько же было сбито средств воздушного поражения, которые запустила Россия? А запустила она их в совокупности, между прочим, 99 единиц. Так вот, 58 из 60 шахедов, 5 из 9 авиационных ракет Х-59 и все 4 крылатые ракеты Искандерка, а также почти все крылатые ракеты Х-101. 17 из 21. Что же мы здесь видим? А видим мы здесь следующее, друзья. Мы видим, что не сбита была в основном только баллистика. Почему? Да потому, что баллистические ракеты, очевидно, Россия запустила по тем регионам, где нет Петриотов. Ну или СМПТ. А нет их практически везде. Есть они только в Киеве. И вот если мы сейчас посмотрим, а по каким же областям била Россия, то вы не увидите среди этих областей Киевскую и сам город Киев. Ну что ж, вот что говорит министр энергетики Украины. Итак, есть повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях, а также в Кировоградской. Там в некоторых случаях применены аварийные отключения электричества. На Днепропетровщина обстреляны объекты тепловой генерации. Враг нанес удар по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области есть повреждения оборудования. Ну а также в результаты ударов по объектам генерации в Днепропетровской, Черкасской областях есть повреждения оборудования, а также в Кировоградской. Обесточились подстанции, как следствие потребителей. Впрочем, железная дорога без сбоя в движении поездов. Ну что ж, еще раз, нету Киевской области и Киева. Почему? Да потому что Россия просто-напросто отчаялась пробить воздушный купол Киева. Мы видим, что даже двух батарей его Патриот достаточно, чтобы создать непробиваемый воздушный купол над любым городом, даже столь крупным, как Киев. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский сейчас попросил дать Украине хотя бы пять, а лучше семь Патриотов. Он не уточнил, что он имеет в виду установки или же батареи, но совершенно очевидно, что имелось в виду именно батареи, потому что установок не хватит. Давайте посмотрим, может ли Запад, в принципе, дать такое количество Украине. По открытым данным, на момент 2010 года было сделано более 1100 пусковых установок Патриот. 483 на тот момент находились в эксплуатации, из них 172 пошли на экспорт. В то же время каждая батарея это 8 установок, не считая, разумеется, РЛС, машинное управление, загрузочные машины. Так вот, это означает, что, в принципе, Зеленский только что попросил до 60 установок Патриот. Ну, как мы понимаем, на самом деле всего Патриотов не так уж много, по крайней мере, если сравнивать с тем, сколько нужно Зеленскому. Но, тем не менее, 60 установок это реально. Это около 15 процентов от всех имеющихся, согласно статистике, Патриотов в мире и около 40 процентов от того, что имеют союзники Соединенных Штатов. Конечно, если начать прямо сейчас работать над этим вопросом и начать готовить команды, которые смогли бы работать с Патриотами, то примерно через полгода, то есть, соответственно, к следующей зиме мы бы увидели вот эти самые воздушные купола над всеми регионами Украины. И, таким образом, украинское население было бы гарантированно спасено. Что ж, пока что мы не видим никаких признаков того, что Запад прислушивается к просьбам Украины, но будем надеяться, что страдания украинцев, хотя бы страдания украинцев и слезы украинских детей все-таки убедят довольно бесчувственных западных лидеров, которые держат у себя систему ПВО Патриот, при том, что у них нету войны. Ну, разумеется, они, конечно, думают и о собственной безопасности. Ведь понятно, что сегодня у вас нету войны, а завтра она может к вам прийти, о чем они, собственно, говорят постоянно сейчас в НАТО, комментируя возможность того, что Россия нападет на Североатлантический альянс. Естественно, это будет самоубийство для России, но еще раз, не нападают на того, кто сильный, как сказал президент Польши Андрей Дуда недавно, нападают на слабых. Вот Россия и напала на Украину. Но Украина, как мы видим, держится и держится хорошо. Киевщина защищена. Здесь Россия поняла, что нет никакого смысла пытаться пробить этот купол. А пробует она это сделать с тех пор, как в Киев зашли Патриоты. Сначала кинжалами не получилось, все 100% были сбиты. Потом, конечно же, другой баллистикой, в первую очередь, баллистическими ракетами, Искандер не получилось, тоже 100% сбитие. Ну и вот теперь 100% сбитие уже цирконов. Поэтому Россия отчаялась. Но другие регионы Украины, это десятки и десятки миллионов населения. И вот они сейчас не то, что беззащитны. Нет, ни в коем случае. ПВО отработали, еще раз говорю, очень-очень хорошо. Они сбили, в принципе, все, что должны были сбить. Но тем не менее, если у вас нету средств ПВО, способных сбивать баллистику, то, соответственно, баллистика пройдет на 100%. И надо сказать, что здесь тактика России совершенно очевидна. Запустить огромное количество разных средств, которые отвлекали бы средства ПВО. Ну, надеяться, может быть, что какой-то из них, так сказать, в кавычках бонусом-таки пробьется через ПВО. Но основную надежду Россия возлагает именно на баллистику. Так что пока у России есть баллистика, в Украине будут, разумеется, попадания за пределами Киева и Киевской области. Но мы видим, что России не разбрасывается баллистика, очевидно, потому что это куда более дефицитный в ее арсенале товар. Мы видим, что две баллистические ракеты «Искандер-М» — это крайне мало. И три кинжала, на самом деле, это крайне мало. Так что можно надеяться, что Россия, возможно, в ближайшее время просто истощит свои ракетные запасы и будет копить их теперь уже к зиме. А что самое главное? Нет ничего подобного тому, что Россия могла бы ожидать вот от таких вот террористических ударов. Мы помним, что она начала их осенью 2022-го, тогда действительно Украина была близка к блэкауту. Сейчас ничего подобного нет и, я думаю, не предвидится. Украинская энергетическая система в целом стабильна. Кроме двух случаев. Это Днепропетровщина, там была поражена Днепрогресс, ну и, конечно, Харьковщина. Вот Харьковская область, которую я не назвал сегодня, но она тоже попала под удар. Но там особая ситуация, потому что Харьков — приграничный город, и туда летят в первую очередь зенитные ракеты, как я понимаю. Ракеты С-300, и там, конечно, перехватывать их нечем, а самих зенитных ракет С-300, которые летят примерно на расстояние, может быть, 100-150 километров. Их у России тысячи и тысячи. Так вот, на Харьковщине самая тяжелая ситуация. Неизвестно, сколько потребуется сейчас Харькову недели или, может быть, месяцы, чтобы восстановить электрогенерацию. Это, конечно, большая беда. Но, собственно, это все соответствует той программе, которую, в частности, объявил шовинист и предполагаемый убийца, как его называют лондонские суды. Депутат Луговой, который открыто заявил о том, что сейчас нужно Харьков таким образом бомбить, чтобы обесточить его полностью и вынудить оставшихся там примерно 800 тысяч человек бежать из этого города. Но, на самом деле, ничего нового мы здесь не услышали. С самого начала было понятно, что именно в этом цели заключается Путин, а вовсе не в спасении русских от наркоманов-нацистов. То есть, чтобы просто как можно больше украинцев, не лояльных Путину, выехало с украинской земли. Чтобы потом эту украинскую землю заняли русские. Они это называют ответом за Белгород, но нет, друзья мои, это Белгород ответ на Харьков и ответ на удары по электроэнергетике в Украине. И я вас уверяю, будет очень серьезный ответ России. Я думаю, что Украина скоро начнет бить по объектам генерации в России. И точно могу заверить вас, что что-то произойдет в Белгороде. А может быть, даже и уже происходит. В Москве, видимо, не считаются с жизнями не только украинцев, но и белгородцев. Видимо, Кремль устраивает то, что происходит сейчас на Белгородщине уже получается третью неделю подряд. То есть, все хорошо. Горят машины, дома, люди. Все хорошо. Эвакуируются дети. Все хорошо. Не работают некоторые школы. Все хорошо. Разбомблены некоторые селения. В первую очередь, Козинка. Все хорошо у Владимира Путина. Он готов принести в жертву и Белгородщину, и любой другой российский регион только для того, чтобы хоть на день еще продлить свою маниакальную операцию по нанесению вреда украинцам. Задача Украины и Запада пережить бучанского мясника Владимира Путина. Он является экзистенциальной угрозой для всего цивилизованного человечества, а не только для Украины. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на наш канал через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. Низкий поклон всем, кто помогает. Ваша поддержка в значительной степени обеспечивает нам возможность работать дальше. До скорого!